всем привет друзья с вами болтарец и визуальная новелла продолжается я постарался не думать о том что только что замкнула круг вопросов в моей голове вот моя комната мое сердце сжалось в комочек вся стена около кровати котоми оказалась обклеена стикерами на которых кучковались короткие заметки причеши утром волосы 0 9 12 день рождения дяди в субботу учимся до 12 через два года закончу школу на столе тоже выселась целая гора из листков в книжном шкафу сиротливо стояло всего три книги остальное пространство заполняли фотоальбомы и бесчисленные лекарства наукун она беспокойно взглянула на меня давай есть я резко увел тему тему чтобы она не заметила моей реакции мы сели за небольшой белый стол она заботливо поставила чашку налила чай и пододвинула камни пирожные сев сама она сразу же попробовала десерт невероятно вкусно никогда не ела такие вкусные пирожные ела ты ела их 23 апреля взгляд которыми заметался по стене из стороны в сторону ей потребовалось около двух минут чтобы ответить ты дал мне щелбан за ошибку в тесте в за что что еще было в тот день мы что-то ели я пустил взгляд на чай и уткнулся в свое отражение ты ведь сказала тогда что никогда не забудешь моей помощи и это пирожное я забыла что-то важное нет ничего я помню вечер когда все уже ушли я стояла в проеме двери смотрела на тебя ты не уходил и просто делал домашнюю работу мне так хотелось остаться с тобой но тогда я уже успела доставить тебе проблем и не хотела навязываться и вдруг ты сказал что я могу позаниматься с тобой в классе ранее призналась что считаю тебя своим другом и тогда я поняла что мои чувства взаимны и что мы будем лучшими друзьями я не помню что именно мы писали не помню подробностей но я помню свои чувства она опустила свой взгляд и сжала руки то было 19 апреля совсем недавно столько событий произошло со мной в эти дни что меня переполняют яркие воспоминания словно вода с акварелью она запомнила этот день внутри меня растеклось необъяснимое тепло но одна мысль все так же не давала покоя я почувствовал что должен это спросить котоми расскажи о своем отце зачем зачем мы это спрашиваем если она забыла об этом я не знаю кто он моей мама не говорит о нем да и мне как-то все равно это правда она не солгала семь лет назад ей было десять и она должна помнить но он словно вовсе не существовал для нее эти двое очень любили друг друга она была папиной дочкой в голове всплыл голос на нысан она ведь предупреждала что забывать для нее нормально но я не думал что все настолько плохо стикеры куча альбомов записная книжка рисунки сейчас смотрю на все эти предметы мое сердце начинает ломить и сжимать тугим узлом она не только может забыть какую-то деталь она может забыть человека даже самого дорогого но совсем а я все время страдал из-за своей судьбы от своей несчастной жизни от вечно серых и безликих дней но я и не мог представить что у кого-то дела обстоят еще хуже чем у меня что у кого-то проблема намного существеннее моих как как я мог быть таким эгоистом считал себя выше остальных считал всех ничтожествами называл своих одноклассников существами даже ее тоже за человека не держал думал что не существует людей которые смогут понять мою боль но я сам был не в состоянии понять чужую все время говорил о том что я вечен что моя память бессмертна и поэтому мне не страшно быть унесенным песками времени но я и представить не мог что есть те кто дорожит своими ускользающими воспоминаниями но время все равно теряет их со скоростью песка высыпающегося сквозь пальцы да все люди забывают со временем но не настолько же быстро и я ни разу не встречал того кто хотел бы так яростно все запомнить даже такую мелочь как цветы около школы я резко встал мне нужно выйти котоми мотнула головой туалет направо я быстро дошел до туалета захлопнув дверь силой прижавшись к ней и медленно сполз на пол по щекам потекли слезы словно ручей кипящей воды я так давно не плакал какой же я идиот я был так слеп мне так стыдно за себя это я здесь ничтожное существо прикрыл рот рукой чтобы она даже не посмела подумать о том что я плачу блять что мы играем за какую-то девочку кудрявое существо снова сидит и смотрит на гортензии также как и вчера она снова выглядит глупо как же это меня бесит я вспоминал все что думал или говорил о ней о своем надменном поведении по отношению к остальным воспоминания это жизнь но время убивает ее и только я бессмертен это не мой урок или проклятие это мой дар я должен ценить его так же как котоми ценит свои воспоминания я вытер слезы пусть я считаю это проклятием кто-то видит воспоминаниях благословением благословение что душит меня новыми и новыми витками закручивается с каждой секундой на моей щеке словно петля но к черту все к черту жалеть себя я не могу вечно ненавидеть пора бы уже просто принять что я такой и все ничего не изменить мне нужно просто принять себя я встал с пола и уверенно вернулся обратно в комнату на ун она снова беспокойно смотрит на меня кота я впервые назвал ее так как она просила и увидел на ее лице неподдельное счастье она была рада услышать это кота давай посмотрим твои альбомы хорошо она принесла огромную стопку альбомов и положила ее на стол вот тут я научилась плавать а тут мама сфотографировала меня спящие ах вот это сад моей тети правда красивый это мама на работе ой эту я даже не помню она прочитала подпись ах да я споткнулась опорог и разбила коленку моя мама тогда так смеялась и сфотографировала меня как я могла забыть я же обещала ей что не прощую я улыбался глядя на ее реакцию при просмотре альбома у меня кстати тоже есть такой альбом с яркими фотографиями и подписями под ним только он находится внутри меня и о нем никто никогда не узнает мы сели за маленькие белые стулы которыми в спешке принялась освобождать его от лечебников и прочих вещей позанимаемся как-то уж совсем смущенно произнесла она от того что она смутилась покраснила я абсурд да пока мы занимались и наслаждались чаем который котоми решила вскоре принести я изредка поднимал голову на стикеры весь оставшийся вечер мои мысли витали вокруг именно этой даты я хочу сделать ей что-то приятное я был готов упасть на пол в позе морского котика и жалобно запищать или как они там общаются между собой выражая душевную боль все-таки человеку не привыкшему к физической нагрузке резко начинать заниматься спортом вредно я это прекрасно знал и понимал но все равно уже третий раз заставил себя посетить урок физкультуры я пообещал себе что изменю изменюсь начав хотя бы с малого так что такая ситуация как посещение уроков физкультуры в которой я всегда относился абсолютно равнодушно сейчас стало вызовом который я должен был принять с честью да и к тому же не думаю что это плохо скажется на моей физической форме а скорее наоборот поможет укрепить тело сейчас большая перемена но класс не пустует скоро наша школа устраивает крупный культурный фестиваль так что все собрались это обсудить хотя пока нет учителя можно сказать мы просто бездельничаем котоми стояла около доски с шинджу тамика и юри и что-то бурно с ними обсуждала я же закрыл глаза и попытался раствориться воздухе или уйти в астрал слишком устал даже для того чтобы смотреть на этот бренный мир совсем неожиданно со стороны послышался скрип пододвигаемого стула и предположительно к моей парте я с линцой приоткрыл один глаз так она хидео друг и чиро и первый красавец школы и чего ему от меня могло понадобиться я сделал вид что не заметил его и принялся считать про себя китов чтобы как-то привести мысли в порядок я смотрю ты физкультурой стал заниматься констатировал факт хидео привлекая мое внимание на что мне оказалось категорически и строго похуй я просто проигнорировал его и продолжил релаксировать но на всякий случай приоткрыл один глаз чтобы следить за его действиями ой это было сказано без какого-либо сарказма просто я рад что ты стал более приобщенным классу он замахал руками в такт своим оправданием я лениво вздохнул и отвернулся всем видом показывая сколь интересен мне разговор с ним ты ведь заметил как много внимания и чиро уделяет и то он перевел взгляд на доску где ранее стояла котоми с подругами теперь там ошивался и чиро точнее уперся рукой в доску перекрывая путь котоми и о чем-то с ней шептался бесит этот рыжий бесцеремонный парень и разве можно так нарушать личное пространство и я веду к тому что она ему нравится но я также заметил как вы много времени проводите вместе вот и хотел спросить у тебя хитсугая ты любишь котоми когда я услышал его вопрос время для меня будто остановилось шум голосов затих я повернулся к хидео и увидел его серьезное лицо люблю ли я котоми я собирался твердо ответить но в горле словно застрял комок сначала звуки чуть было не вырвались но их сдержал голос разума ведь просто невозможно понять за столько короткое время люблю я ее или просто интересуюсь новым человеком и через неделю-другую это пройдет хотя где-то внутри ответ был однозначен но я промолчал нам даже не дали выбора ребят вот как твое лицо все говорит за тебя знаешь любишь но не можешь себе признаться потому что слишком много чувств испытываешь и доверяешься в них моему другу нравится котоми но я не позволю ему мешать человеку который ее действительно любит это все что я хотел узнать он стал со стула и собрался уходить и кстати хитсугая мы не такие плохие как ты о нас думаешь я просто вижу как ты на нас смотришь вот я тоже самое хотел только что сказать что возможно в этом классе всего лишь один единственный долбоеб это наш главный герой они все вокруг него потому что ну вроде как адекватный вполне парень и остальные скорее всего тоже почаще выходи на физкультуру посоревнуемся с тобой следующий раз он махнул мне рукой и улыбнулся до меня только что дошло что я все это время молчал если бы это произошло пару месяцев назад то я бы ничего и не сделал но сейчас я знаю что нужно сказать по крайней мере уверен в том что я не могу просто промолчать спасибо хидео он повернулся ко мне с очень удивленным взглядом снова улыбнулся и желтым уже жестом показал удачи вскоре пришел учитель все заняли свои места он назначал ответственных за мероприятие определял пару человек те в свою очередь брали несколько помощников накамая юрия оказалась ответственной за организацию музыкального номера и набирала группу в которую попали катоми томика мэй и шинджу меня впихнули к чернорабочим что же раз надо буду помогать за сценой до фестиваля осталось еще чуть больше месяца думаю мы успеем подготовиться в решении всех возникших проблем и вопросов остаток дня пролетел довольно незаметно и наступил вечер я принялся собирать учебники и тетради все равно катоми украли девочки для составления номера но уже собирался не спеша отправиться домой как дверь класса открылась и я увидел нано сан вероятнее всего она искала катоми которая сейчас репетирует а может быть она пришла именно к нам наукун нано сан добрый вечер тебе добрый скажи ты не забыл какой скоро день когда я находился у катоми в гостях то запомнил все стикеры до которых дотянулся взглядом и один из них гласил 5 мая день рождения катоми 5 мая нет не забыл через три дня я не успел договорить ух ты запомнил как это мило я не смогу быть с ней в этот день но прошу тебя пожалуйста устроить ей небольшой праздник дело в том что катоми не помнит свои дни рождения я заказывала масштабные праздники с гостями и ее друзьями но на следующий день она не помнила этого думаю из-за переизбытка чувств она словно перезагружалась прошу наукун устроить такой праздник чтобы она запомнила пусть это будет небольшим но зато самым лучшим в ее жизни ведь практически все что связано с тобой она помнит не волнуйтесь на на сан я позабочусь о ней спасибо тебе я объяснил где искать катоми и попрощался с нами сан в один миг у меня возникли две огромные проблемы что ей подарить и какой праздник устроить после объявления о предстоящем культурном фестивале вся школа буквально стояла на ушах конкурсы палатки с едой концерты и тому подобное после уроков я оставался и помогал делать декорации для выступления нашего класса не то чтобы я сильно хотел этим заниматься но совесть бы просто не позволила мне отказаться наоки кто-то позади окликнул меня прося помощи этим бедолагой катался к идеу едва стоявший под грузом коробок которые выселись в его руках как пизанская башня я быстро подскочил и помог однокласснику спасибо я уж подумал что где-нибудь точно навернусь не за что мы с едой уже три дня горбатимся для этого культурного фестиваля и за это время я понял что он не такое уж и плохое существо то есть он не такой уж и плохой человек я засучал рукава и стал разбирать коробки в поисках нужных предметов весь класс носился по залу у каждого была своя работа девочки прыгали по сцене и что-то репетировали я лишь изредка поглядывал на них ведь сегодня день рождения котоми и все мои мысли как-то незаметно уплывают именно к тому что будет вечером я уже приготовил подарок и красиво упаковал его ну вот как и когда мне его подарить тут у моего плана горели красным ага огромные надписи тревога ибо этот вопрос ставил меня в тупик так или иначе я должен выкрасть котоми сегодня после репетиции я уже все приготовил и обещал на nissan что устрою ей небольшой праздник придется постараться чтобы она его запомнила после школы мы с котоми все же разминулись поэтому я сразу пошел к ней домой я брел держа в руках коробку среднего размера в блестящей розовой упаковке перед тем как войти в ее дом я спрятал подарок за спиной котоми как и ожидалось была одна дома и пригласила меня пройти в ее комнату я так рада что ты зашел она хотела продолжить но я прервал ее котоми поздравляю тебя с днем рождения трясущимися руками я передал ей коробку она посмотрела на меня таким удивленными глазами что казалось увидела за моей спиной выводок зеленых человечков а затем встрепенулась и покраснела ты ты помнишь про мой день рождения я кинул головой я никому не говорила не хотела чтобы кто-то из-за меня суетился но я так рада что ты вспомнил в ее глазах показались маленькие капельки слез больше похожие на росу котоми ты правда так рада она улыбнулась своей неизменно лучезарной улыбкой которая освещает мир не хуже солнца она так сильно хотела посмотреть что же ей принес что разорвала упаковку как маленький дикий хомячок это же ее глаза засверкали когда она добралась до содержимого это был очень дорогой ночник действительно чуть ли не мини планетарий спасибо она кинулась ко мне и крепко обняла на секунду мне показалось что я умер ведь это произошло так внезапно что я на мгновение даже забыл как дышать отпустив меня она побежала включать его задернув шторой погасив свет она нажала на заветную кнопку и сотни огней окружили нас множество ярких созвездий такое чувство что до них можно дотронуться котоми крутилась на месте не зная в какую сторону смотреть и на ее лице читалось множество эмоций радость удивление и даже некоторый трепет это еще не все вечером я зайду за тобой и мы кое-куда сходим хорошо да это куда это он собрал ее везти это будет сюрприз она сложила ладошки даже слегка подпрыгнула да котоми это будет сюрприз а что мне надо надеть оденься потеплее так окей значит это будет где-то на улице мы еще некоторое время наслаждались куполом и звезд выпили чаю я отправился готовиться к продолжению вечера взял свою большую спортивную сумку и сложил туда все самое необходимое а скорее всего это наручники кляп плетка и все такое и как я обещал встретил котоми около ее дома увы она проигнорировала мою просьбу и оделась по праздничному дуреха всю дорогу она прыгала вокруг меня и спрашивала куда же мы идем ну и сама не заметила как мы оказались на месте мы зашли на огромный холм с которого открывался вид на весь город там стояла пара деревянных столиков я сразу начал обустраивать наш пикник красивый скатерть для стола два термоса чашки пирожные все это время пока я был занят котоми стояла и смотрела на далекие огни легкий ветер приподнимал ее волосы а золотистые браслеты издавали тонкий мягкий звук когда задевали друг друга повернувшись она заметила что я в упор уставился на нее на оке спасибо тебе это невероятно красиво она повернулась обратно и подняла руки словно крылья в это же мгновение ветер подул сильнее развивая ее одежду так будто она действительно собиралась взлететь играя с ее кудрявыми волосами он словно что-то нашептывал ей мерно и спокойно сообщая самое важное и получая как старый мудрец что повидал очень многое на этом фоне огни города приобретали новый смысл они несли жизни отражения желаний тысячи людей сверкая в ночной темноте фонари вывески рекламные щиты машины десятки и сотни тысяч маленьких деталей сплетающихся в одну большую картину перед которой сейчас стояла она широко раскинув руки словно обнимая небо и всех всех людей в этом бетонном муравейнике она улыбалась и завороженно смотрела вдаль туда где огни затихали и гасли смешиваясь черно-серым полотном небосклона и первыми еще тусклыми звездочками но звезды всего лишь далекие холодные игрушки в понимании людей но и на их фоне есть там что понимает всю эту странную философскую эзотерику это для меня для меня этот момент умер навечно застыл в янтаре но котоми наверняка наслаждается каждым видом я механизм она жизнь именно так я вижу сейчас на фоне картины мира это единственное и полностью живое существо вскоре мы сели за столик друг напротив друга и принялись за чай нет правда наукун и я тогда перепутал раздевалки и разделаться мужской тебе повезло что там никого не было мы рассказывали друг другу истории и много смеялись котоми закрой глаза она удивилась но покорно выполнила мою просьбу я пододвинул ее пирожное поближе поставил красивую розовую свечку и быстро зажег ее котоми с днем рождения я впервые позволил себе произнести что-то столь громко она открыла глаза и ее лицо снова озарила счастливая улыбка наукун это так мило я хочу загадать желание она снова закрыла глаза и прижала ладонь груди быть смелее она произнесла свое желание шепотом но я смог разобрать отрывок и в ту же минуту свеча потухла отправив желание котоми на исполнение а мы продолжали милый беседовать и смеяться уже совсем стемнело и ветер решил что пора бы стать сильнее сильнее и холоднее я не забыл подготовиться к таким погодным условиям и красный плед молча подошел котоми и накрыл ее спасибо я уже успела немного замерзнуть мы вернулись к поглощению горячего чая и разговором вот только кое-что я все же не рассчитал даже несмотря на то что одеяло достаточно тепло все равно потихоньку начал замерзать плед я взял только один так как приготовил его для котоми я глубоко вздохнул и смирился со своим положением как тут котоми села рядом со мной и накрыла пледом нас обоих она прижалась ко мне чтобы укутать нас полностью как котоми ты же замерз я вижу давай вместе погреемся наводки скажи а это можно считать свидание от такого вопроса я чуть со скамейки не упал думаю да я наконец повернул голову к ней она все это время смотрела на меня я не решался взглянуть ей глаза и мы просто молча уперлись другого друга взглядами она так близко я чувствую тепло ее тело ее дыхание мне уже не прохладно а безумно жарко она улыбнулась мне и положила голову на плечо я тоже так думаю я ответил на ее жест и осторожно положил свою голову смирал ой ребята это так мило просто пиздец мы молча смотрели на мерцающие огни большого города под теплым пледом и с горячим чаем в этой прекрасной ночной тишине я молча взял ее за руку так незаметно для самих себя мы вместе и уснули серьезно на улице на лавочке блять уснули однако вскоре утреннее солнце дало себе блять они реально уснули на улице ребят охуеть пришлось нехотя открыть глаза ведь спать дальше при таком раскладе становилось решительно невозможно двигаться пришлось аккуратно так как котоми уснула на моих коленях проявив чудеса ловкости я смог вытащить правую руку из-под сползающего пледа чтобы взглянуть на часы пять утра да как бы мне того не хотелось но придется разбудить котоми мне нужно доставить ее домой в целости и сохранности и желательно с этим не затягивать не хочу злоупотреблять добротой на ны сам я осторожно дотронуться до девушки котоми вставай она открыла свои изумрудные глаза и сразу же села подняв руки к небу потянувшись она осмотрелась и надо сказать ее кудрявые волосы стали вдвойне кудрявее я невольно улыбнулся надо идти домой и скоро в школу по усунном состоянии котоми мотнула головой я собрал вещи и мы стали вместе спускаться по склон впервые я почувствовал себя в ситуации о которой иногда шептались парни в классе наверное отводить пьяных друзей домой даже проще чем с этой сонной гусеницей спускаться с холма я шел впереди придерживал мою неуклюжую подругу за руку страху и и однако когда опасность упасть миновала руки мы все равно не отпустили в животе что-то словно переворачивалось вновь и вновь а когда котоми поднимал на меня взглаза то и сердце сжималось кажется мне нужно к врачу да определенно надеюсь когда я спрошу доктор я вылечусь он не ответит мне да мне самому интересно ее ладонь такая маленькая и нежная она изредка сжимала мою руку отчего меня словно било током когда мы дошли до ее дома она повернулась ко мне и махнув рукой на прощание забежала домой я стоял на том же месте около минуты и просто смотрел на закрывшуюся дверь а после и сам сорвался с места и помчался домой так словно забыл выключить этюк во мне было столько энергии я бежал будто бы в последний раз своей жизни в голове кружились сотни воспоминаний со вчерашнего вечера и сердце стучало как бешеное словно качала не кровь а магму по венам от этого на лице появилась глупая улыбка странно как давно я не чувствовал себя так легко неужели я правда счастлив месяц прошел в суете из-за предстоящего фестиваля у меня не оставалось свободного времени на любимые занятия книги сиротливо пылились в шкафах кровать скучала по тем временам когда я полдня мог в ней проваляться даже чайник стоящий на столе стал выглядеть как-то более жалобно словно прося почаще менять в нем заварку кончились мои беззаботные деньки большую часть времени я помогал нашему классу и кудряшки ведь из-за постоянных репетиций и оценки могли сильно упасть если бы не один благородный непонятно откуда взявшийся я кстати как выяснилось хидео жил совсем неподалеку так что он стал заходить за мной перед школой и пожалуй в последнее время мы стали вполне нормально общаться хотя я его об этом точно не просил науки давай быстрее сегодня же фестиваль с улицы вновь послышались его крики и это он мне говорит человеку со сверх памятью да иду я иду я быстро обулся и вышел за дверь нау ты уже признался к томе неожиданный вопрос друга словно пикой ткнул меня в самое сердце мне кажется быстрее небо рухнет на землю чем ты это сделаешь а сам то ты все сам собирался признаться я хотел было произнести имя девушки которую он в тайне любит ну хидео покраснел как помидор и жестом показала мне молчать ладно ладно один один науке сегодня особенный день как насчет того чтобы нам обоим признаться ты ведь не угомонишься пока я не признаюсь к томе как ты угадал ладно по рукам но я бы посмотрел на твое признание хидео ну уж нет это очень интимный момент в лицо парня снова приобрело красный оттенок и он отвернулся больше не рискуя продолжать разговор на эту тему и хотя я раньше никогда толком ни с кем не общался с хидео мы нашли общий язык благодаря ему я смог поближе познакомиться с мужской половиной класса мы часто бегаем на перегонки после физкультуры пару раз играли в футбол футболист из меня конечно так себе ну вот бегать я стал лучше и даже пару раз мог обойти и чиром что уже можно считать достижением вскоре мы подошли к школе обычно на аллее перед ней ходили только ученики однако сегодня тут можно было увидеть всех и взрослых и детей а площадку у входа вообще пропала под разномастной толпой я помню как сам приходил на фестивали вместе с родителями с того момента ничего особо не изменилось наше учебное заведение можно сказать считается элитным так что не удивительно что и фестиваль по размаху соответствует его статусу мы с хидео сразу же направились зал каждую секунду рискуя потерять друг друга из виду хорошо хоть большое здание из виду потерять невозможно так что даже невзначай разделившись мы бы попали куда нужно вовремя нас определили помогать с декорациями и вообще работать на подхвате так что в опоздание было бы смерти подобно лучше уж все делать по графику чем работать в трипота повезло еще что наш выход будет завершающим параллельный класс устраивает спектакль мы завершаем его музыкальным номером и стоит сказать спасибо хотя бы за то что не придется помогать на самом выступлении но понеслось коробка за коробкой ящик за ящиком подай тут принеси там возьми это свали в туман я почувствовал себя вьючным бешеным ежиком уже через пять минут хорошо что от гула стоящего в ушах голова начала раскалываться на части и не получилось ни на кого наорать накалив обстановку еще больше хотя хорошо ли всего через пару минут занавес свет и начало я спокойно вздохнул помотал головой с чувством выполненного долга поставил на пол последнюю декорацию решил пойти в класс чтобы немного полежать в тишине на парте однако когда я приоткрыл дверь класса заметил внутри компанию девушек вместе с которыми оказалась и котоми неужели так трудно запомнить эту строчку томика очень злилась и жестом показывала что придушит бедняжку котоми соберись уже скоро выступление я не хочу опозориться из-за тебя мэда мэй тоже недовольно бурчала котоми опустила взгляд и вцепила из своей бумаги на которых видимо находится текст песни на каяма юри молча наблюдала за всей этой ситуации и после выдала знаешь котоми пожалуй ты должна исполнить сольный куплет все девчонки удивленно перевели взгляд на юри ты новенькая симпатичная привлекающая внимание парней особенно и чиро так что поздравляю ты будешь сегодняшней звездой но я отказ не принимается юрий силой толкнул свою бумажку котоми так она хуя это она делает если она знает что с памятью у котоми все негладко пойдемте девочка и она должна выучить все за час будем ждать тебя в гримерной накамая ехидно улыбнулась и вместе со своей стайкой покинула класс сучка от увиденного во мне что-то начало вскипать мало того что они демонстративно проигнорировали меня так еще и издевались над котоми как она вообще может запомнить песню за час с ее то рыбьей памятью черт это юрий вероятно ревнует и чиро и откуда-то узнала что у котоми проблемы с памятью вот и решила ее опозорить перед всеми но котоми она ведь даже ничего не поняла просто села за парту разложив листочки и стала шепотом учить песню ярость непящая во мне потихоньку сходила на нет эмоциями делу не поможешь если я хочу что-то изменить то надо действовать прямо сейчас ну а точнее следующей серии подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока